МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Меня зовут Ирина Грибулина. И это программа 50+. Наше ток-шоу для тех, кто любит себя и ценит свое здоровье. Кто хочет молодо выглядеть, невзирая на возраст. И помогать мне будет команда наших экспертов. По главе с Анатолием Солудским, академиком, писателем, членом попечительского совета проекта 50+. И его дочкой Марии, председателем оргкомитета проекта и идейным вдохновителем проекта 50+. Ну что ж, поговорим о плюсах зрелого возраста. И поверьте мне, их немало. АПЛОДИСМЕНТЫ Если верить в чудеса, то идти по жизни легко и светло. Именно оптимисты всегда верят, что правда восторжествует. Но что же делать, если нет света в конце туннеля? Если самые сложные проблемы неразрешимы? Человек теряет надежду. Нужно просто расслабиться и поверить в чудо. Внимание на экран. О том, что мысли материальные, слышал, пожалуй, каждый. И психологи согласны с этим утверждением. Можно ли намечтать себе шикарный замок, немыслимую карьеру и вселенское счастье? Как правильно желать? И почему так важен позитивный настрой на жизнь? Сейчас разберемся. Давно доказано, что человек привлекает к себе ту энергетику, которую сам посылает в мир по принципу зеркального отражения. Думайте о хорошем. Зляясь на неудачи, считая себя лузером, человек как бы программирует себя на дальнейшие поражения. Поэтому негативные мысли прочь. Помочь настроиться на хорошее способны аффирмации. Это позитивные утверждения. Лаконично сформулируйте свои желания и почаще произносите их. Еще одно полезное упражнение – это визуализация. Мысленное представление своей мечты. Визуализировать советую перед сном, закрыв глаза и представив себе осуществление своей мечты. Помните, что мысль бессильна, если мы отрываемся от реальности. Поэтому если вы мечтаете о загородном доме, то эффективнее будет думать о симпатичном домике у реки, а не об огромном замке. Одних лишь мыслей для достижения мечты недостаточно. Действуйте, даже если пока нет четкого плана, просто двигайтесь в направлении своей мечты. И жизнь сама покажет вам дорогу. И, наконец, мечтайте осторожнее. Четко формулируйте свои желания. Они имеют обыкновение сбываться. Сегодняшняя программа называется «Обыкновенное чудо». И действительно, чудеса бывают. Бывают разные. Все мы знаем, что самый великий дар, который Господом дан человечеству – это чудо материнства. Но многие женщины в силу тех или иных обстоятельств не могут познать это чудо, не могут познать счастье и радость материнства. Чаще всего они теряют надежду родить младенца, почувствовать себя мамой. Кстати, так было и со мной. И наша сегодняшняя героиня тоже доказала, что чудеса возможны в любом возрасте. И мы сейчас встречаем ее в студии. Нина Яковлева у нас. Здравствуйте, Нина Михайловна. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. В каком возрасте вы стали мамочкой? Ну, в последний раз я мамочкой стала около 50 лет. То есть это не первые ваши роды? Браво. Ну, расскажите поподробнее, что за чудо произошло в вашей жизни? У нас большая семья, у меня семь детей. Вы мама-героиня. И когда уже вроде дети подросли, я все хожу, думаю, неужели больше никогда не произойдет этого? Никто маленький не будет ни обнимать, ни целовать. Ну, как-то вот, ну, задумывается. Хотелось малыша, да? Хотелось малыша, да. И уже, ну, думаю, ну, уже возраст, уже все, наверное, ничего больше не будет такого сверхъестественного. И вдруг вот появился малыш. А врачи не отговаривали вас рожать? Нет, не отговаривали. Врачи к этому как-то отнеслись более спокойно. Они, наоборот, как-то приветствовали, что вот в более зрелом возрасте женщина пришла и решилась на такой поступок. Да. Сколько лет вашему младшенькому? Ему уже 11 лет. Мы с ним очень много путешествуем. И, знаете, вот последний ребенок, он какой-то самый, наверное, близкий. Самый сладенький, да. Да, потому что вот у него бывают такие пары, вот он лежит, мамочка, я хочу тебя обнять, я хочу тебя поцеловать. Как это замечательно. То скажешь. Ты самая лучшая мама на свете. Вы говорили об этом, вот вам и чудо. Так что я очень рада и довольна. Я родила ребенка в 43 года, причем первого и долгожданного. Все врачи говорили мне о том, что я никогда не стану мамой. Но я вымолила себе мою дочку. Я вас так понимаю, это великое счастье. Ну что ж, а сейчас я хочу в нашу студию пригласить удивительную женщину. Женщину, которая тоже не побоялась родить третьего ребенка в зрелом возрасте. Помимо того, что она стала мамой в третий раз, она уникальный доктор. Она доктор медицинских наук, профессор. И встречаем мы в этой студии сейчас именно ее, Мариат Мухина. Здравствуйте, Мариат Муродолеевна. Очень рада вас видеть. Мы присаживайтесь, говорим о плюсах зрелого возраста. Я хочу, зная вас и ваш оптимизм, все-таки спросить у вас, чтобы услышала наша аудитория. В чем для вас плюсы зрелого возраста? Я сразу хочу сказать, что жизнь на пятом десятке для меня только началась. Потому что я действительно по-другому осознаю все ценности, которые имеешь. И именно в этом возрасте есть возможность начать все сначала, испытать вторую молодость. И испытать ее совершенно на другой волне, совершенно с новым багажом и знанием ощущений. И вот так я стала мамой в третий раз. Да, и я сразу хочу сказать, обратиться ко всем зрителям, ко всем женщинам, мужчинам. Вы знаете, если вам ставят диагнозы любые врачи, никогда не надо вот это вот сразу впадать в состояние депрессии и... Сто процентно верить в эти диагнозы. Да, и верить, что это все, это уже окончательно и бесповоротно. Все можно изменить. И обязательно я всем советую родить второго и третьего ребенка именно на пятом десятке. И это замечательно. Вот наша героиня Нина родила около 50 лет. Я родила в 43 года. И прекрасные дети. Мы сейчас с ней сидели и радовались, что у нас детки. Я хочу пригласить к нашему разговору врача-терапевта Светлану Махмутову. Встречайте. Светлана, а насколько безопасно рожать в возрасте 50 плюс? Ну, если учитывать, что роды – это естественный филосологический процесс, то можно рожать и в 13, и в 25, и в 50, и в 70. И такие случаи есть. В Индии я родила двойняшку недавно. По-моему, в 66 лет. И в 66 лет. А недавно, вот еще давное, что и в 70 лет. Другой вопрос. Вы рожаете первый раз или рожаете... Позвольте, пожалуйста, в первый раз. Если вы рожаете не первый раз, то между детьми может быть 40 лет разница. И для женщины это не представляет особого труда. Но если вы рожаете первый раз, то вот раньше был даже термин «старая первородящая» для 30-летнего возраста. Сейчас, слава богу, этот термин не употребляют, но тем не менее, какие-то в этом есть нюансы, которые приводят к тому, что к 50 годам есть некоторые изменения. Все знают, что такое гормоны, да? Вот гормоны начинают к 50 годам, если женщина никогда не рожала, угасать. Вот что у вас за макет, расскажите, пожалуйста. Это макет беременной женщины, которая готова к роду, к родам. И здесь надо понимать такую вещь, что в родах участвует не один человек в виде женщины, а двое. И это очень важно, потому что если вы это понимаете, и вы входите в контакт со своим ребенком, в тот ритм, которым он хочет родиться, нет проблем. Потому что этот процесс должен быть не только с улыбкой, он должен быть эйфорию вызывать у женщины. Но у нас все привыкли, что роды это больно, это страшно. Но помним, что мы любим ребенка, а противоположное чувство любви это страх. И у многих женщин, которым 50, у них больше страха перед родами, чем у молодых. Этот процесс, поскольку он естественный процесс, он должен быть, это должны быть роды. После 50 вам предложат кесарево сечение, что уже не является естественным процессом. У него ребенок может получаться. И тогда могут быть какие-то осложнения. У меня все мои подруги, которые рожали после 40, все кесарились, и я в том числе. Никаких осложнений, здоровые дети. Поэтому все индивидуально. А сегодня мы будем говорить про чудеса. С вами снова Ирина Грибулина и студия 50+. Тема нашей сегодняшней программы – обыкновенное чудо. И сейчас здесь появится легендарный телеведущий, актер, народный артист России Евгений Меньшов. Встречаем его! Здравствуй, Женечка. Здравствуй, здравствуй, Сонна. Посмотри, как тебя приветствует наша студия. Как тебя любят наши зрители. Женя, ну вот я помню тебя, когда я стала впервые молоденькой девчонкой лауреатом песни года. И я знаю, что ты очень долго вел эту передачу. Кстати, сколько ты лет вел песню года? 19 лет. 19 лет. Браво! Женечка, мы сегодня говорим о чудесах. Какие чудеса случались или случаются у тебя в зрелом возрасте? В зрелом возрасте. Вы знаете, вот я живу среди чудес. А поконкретнее, Женя? Поконкретнее скажу. 2008 год. Чемпионат мира по футболу среди артистических команд. 16 команд. Среди этих команд, помимо нашей команды, Бразилия, Германия, Англия, Украина. И вот мы, не буду долго говорить, встречаемся в финале с командой Бразилии. Я запасной вратарь. Идет отчаянная игра совершенно. И наш молодой вратарь. Мы ведем 3-2. Он прыгает и неудачно ломает запястье. И когда бразильцы увидели меня, что я как бы... Они сразу проиграли. Нет, они сразу поняли, что победа у них в кармане. Ну и началась эта 15 минут осада наших ворот. И что в чем? И чудо произошло. Я отразил все мячи, которые шли в наши ворота. И мы выиграли 3-2. И я стал членом мира по футболу, как и вся наша команда. Замечательно. Это ли не чудо? Чудо. А сейчас в нашей студии появится альпинист, журналист и писатель Александр Шарковский. Встречаем его. Здравствуйте, Александр. Тема нашей программы – обыкновенное чудо. Что происходит с вами? Расскажите нам об этом. Чудеса действительно случаются. Но, к сожалению, альпинизм не стал моей профессией. Это мое увлечение. Я пропустил тот момент, когда можно было стать профессионалом. Мы говорим о том, что увлеченный человек – это счастливый человек, который продлевает себе жизнь. В общем-то да. Это способ жить, скорее всего. Вот так можно сказать об альпинизме. Ну, что вам скажу. Чудес просто очень много. Потому что там постоянно случаи, когда ты находишься на грани жизни и смерти. Произошло следующее. Я встретил во время восхождения на Эльбрус японскую команду. Мы зашли на западную вершину Эльбруса, и нас накрыл шторм. Шторм был такой, что стоять на ногах нельзя было. Нас просто сбивало с ног. И мы спускаться уже в сторону перемычки не могли. Просто нас выдувало. И вынуждены были начать спускаться в сторону перевала Хатютау, и потом забирать немножко правее в сторону долины Малки, и выйти на перемычку уже с северной стороны. И вот там ситуация была такая. Вот мы стоим, вышли из этого шторма такие снеговики. Вот в любой складке был снег. Снег. За пазухой, в карманах, везде. Мы стоим, метров 20 над нами, черная туча висит, как потолок. Снеговая. А здесь ничего, да. Мы попытались подняться туда. Вот как только достигаешь этой тучи, вот как удар боксера тебе в лицо, и ты летишь назад, кубырем. Не пускает. И мы вынуждены были идти вокруг восточной вершины. Поднялись на восточную вершину. Потом спустились с обратной стороны. Так легко об этом говорить, это ведь какой труд. Ну и что дальше? Японцы умерли, мягко говоря. Когда мы спустились уже где-то на уровень скал Пастухова, пошли траверсом, я их тащил как бурлак на веревке. Так, ну а с вами что? Там я был выше скал Пастухова, и надо было ориентироваться вниз, чтобы выйти на приют 11. Вот. Но начался страшный шторм, он еще усилился, и молнии били с такой частотой, где там уже просто сориентироваться нельзя было. Я слепой был. Во-первых, ночь наступила, очки надо было снять, естественно, снял. А когда молния вот ударила рядом с вами, у вас калейдоскоп перед глазами, секунд так, 15. Потом меня ветер сбил с ног, и я начал катиться. А если вниз смотреть, на приют 11, вот в этой точке будет правый труппосборник. Его пройти невозможно. Там трещина в шахматном порядке. То есть ты в любом случае... И мы туда летели, катились. Я катился именно в эту сторону. В эту пропасть, в эти трещины. И каким-то образом, я не знаю, вот единственное, что у меня было в мозгу, я помню, до сих пор, Боже, спаси. Вот я повторял это до бесконечности. И Господь послал спасение. И вот две чудо. Это действительно чудо, потому что живым в таких условиях правый труппосборник не до меня, не после меня никто не проходил. Это вот настоящее чудо. Сегодня в нашей студии священник Валерий Степанов. Встречаем его. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Очень рады приветствовать вас в нашей студии. В вашей жизни, как в жизни, наверное, любого священнослужителя, духовного отца, наверное, чудеса встречаются очень часто. Расскажите нам о ваших чудесах. Вы знаете, как сказал один современный подвижник, что у нас чудеса случаются ежедневно в рабочем порядке. Вот, да. И, конечно, чудо-то не те сверхъестественные события, которые с нами случаются. Я думаю, что чудо надо уметь видеть в каких-то простых вещах. В том, что тебе Господь дает силы, здоровье, что твои дети растут. Это все те чудеса, которые с нами ежедневно происходят. И за них надо уметь сказать Богу спасибо. Это тоже чудо самое настоящее. Вы знаете, почему так часто во второй половине жизни с нами действительно происходит необычная ситуация, во многом связанная и со здоровьем тоже. Почему это происходит? Конечно, Господь через это говорит с нами. Говорит о чем? Что мы нуждаемся в изменениях. Что наступила вторая половина жизни, и должны быть какие-то изменения. Не только на внешнем уровне, что естественно, конечно, но и на внутреннем. Ты должен менять свое отношение ко многим базовым вещам. Ты должен меняться. И в зависимости от того, примем мы это или нет, будет развиваться наша дальнейшая жизнь. Один очень замечательный человек в 8 веке написал книгу. Называется она «Лестница». Его, кстати, считают научителем многих психоаналитиков, психологов современного мира. Там есть такие слова. «Искушение, с которого не сделаны выводы, повторяется дважды и трижды. С тобой произошло чудо. Какое-то экстраординарное событие. Подумай, что за ситуация. Может быть, нужно измениться, чтобы второй раз... Приосмыслить свою жизнь, чтобы второй раз не наступить на те же грабли. Абсолютно верно. Вы знаете, как вы нам сегодня просто вот вели на душу, пролили. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. А я иду за комментариями к Марии Анатольевичу Солодским. В вашей жизни происходили чудеса? Ирочка, ну, я хотела сказать прямо твою фразу. Ты сняла с языка. Чудо – это и есть вера. Потому что, когда мы верим в Бога, когда человек верит в себя, когда человек просто верит во всё хорошее, то он, собственно, и способен обратить внимание, понять, что это и есть чудо. Я покрестилась очень поздно. Я пришла к Богу сама, осознанно, в 34 года. Причём до этого, как мне казалось, я тоже всегда верила в Бога. Я ходила в церковь. То есть я как-то не могла соединить. Мне казалось, я же верю. И вот, кстати, приехала к папе на дачу. Замечательное место Таруса, Цветаевские места, Калужская область. И зашла в церковь. И первый раз ко мне подошла женщина и говорит, а что ты здесь делаешь? Я говорю, я пришла помолиться. Ты же не крещённая. И я настолько вот пришла, ну как человек мог определить. После этого я очень сильно заболела. И действительно я пришла к выводу, что мне обязательно надо креститься. Я думала, ну я сейчас объеду церкви, спрошу, как это сделать, этот обряд. Куда не приеду, дверь передо мной закрывалась всё время. И так где-то месяца два, наверное, приду, и вот всё время какой-то перерыв. А потом у меня какие-то дела. И я поехала в Сергиев Посад. Приехала в Лавру, осталась там, в соборе мне уже подсказали. Отстояла там ночь. И ко мне подошла женщина, опять же, откуда она могла узнать? И говорит, я знаю, ты не крещённая. Но ты скоро покрестишься, и Бог приобретёт в твоём лице очень хорошую дочь. Но это единственное, если ты в 34 года к этому придёшь, то ты должна с полным погружением найти, должна большую купель. И обязательно с полным погружением это сделать. И я это сделала, хотя это тоже была очень интересная история, как, но я сделала это. И действительно, моя жизнь абсолютно изменилась. Вот сейчас 11 лет, и даже вот проект 50+, в моей жизни появился, хотя ничего не предвещало. Господь ведёт нас своими путями праведными. Анатолий Самойлович. Ира, со мной говорить о чудесах, в общем, это сложное дело. Почему? Потому что 50 лет назад, ровно 50, в июле 63-го года, я, как корреспондент комсомольской правды, был в Ульдивостоке, и должен был принимать участие, как корреспондент, в параде ВВС, ну, этих летающих ракетодосцев над Амурским заливом. Ну, и меня уже определили, значит, к лётчику, с которым он должен лететь и так далее. И я переночевал там у него ночью, утром приехал. И за одну минуту, буквально за одну минуту до того, как уже все рассаживали по машинам, меня командир дивизии спросил, ну, ты с кем полетишь? А у меня, чисто по-журналистски, так сказать, красиво, наверное, будет, если я напишу репортаж с флагманского ракетоносца. И говорю, значит, нет, я полечу с вами. И я полетел на другом самолёте. Так вот, тот самолёт, на котором я должен улететь, была очень плохая погода, всё, и они разбились. И упали на русский остров с высоты 150 метров. И вот тот русский остров. И все погибли. Значит, я через два часа после этого составил поисковую команду и туда плыл. 12, так сказать, ну, там трупы нельзя сказать, там же нас собирали, так сказать, по частям. И вот я-то считаю, что меня, конечно, господь спас. Господь спас. Самое главное, с твоим отцом такая же история произошла. Да, ну, это уж долго рожать. Он тоже не полетел на том самолёте, который должен был разбиться. Господь, так сказать, понимаете, под 50 лет я должен был, уже всё было обговорено. Кто мне подсказал? Кто? Господь? Только, только сверху. Сверху. Только сверху, понимаете? Так что вы тоже считаете, что вера и чудеса существуют в нашей жизни? Ну, это уже чудо в чистом виде, потому что я-то знаю, как это произошло. Это, повторяю, за одну минуту. И последнее, что я хочу сказать, это всем будет очень интересно. Я был совсем мальчиком, когда меня родители повезли на Рижское взморье. И там был известный очень академик Ландау. Он вовсе знает, тогда он был всегда в окружении людей, да так далее. Но я ничего не понимал, просто крутился рядом. Но я прекрасно помню, как его кто-то спросил, что, так сказать, Лев Давыдович, скажите, пожалуйста, вы верите в Бога? Вот ему задали такой вопрос. И вы знаете, как он ответил? Он ответил потрясающе, я запомню этот ответ на всю жизнь. Он так подумал секундно и говорит, а вы что, этому человеку, который сомневаетесь в существовании высшей силы? Понимаете, вот это был ответ Ликова Ландау. Казалось бы, да, физик, академик, Ландау. Да, понимаете. Материалист, вроде бы, да. И он сказал, вы что, сомневаетесь в существовании высшей силы? Вот это просто, это интересный факт, который я сам слышал, и это интересно. Спасибо вам огромное. Ну что ж, разговор о чуде мы продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. С вами снова студия 50+. И мы продолжаем говорить о чуде. В нашей студии сегодня красивая и мужественная женщина Наталья Бахматова. Приветствуем ее. Здравствуйте, Наташенька. Наташа, у вас такие красивые медали, у вас такая корона. Расскажите нам, сколько медалей? За что корона? Ну, если честно, я уже не знаю, сколько медалей. Их очень много. И это только часть, которую я привезла сюда с собой сегодня. Медали эти за те виды спорта, которыми я занималась. Сегодня вот вы говорите о чуде. Мое чудо, наверное, началось очень давно, когда я еще была ребенком, в 9 лет попала под поезд. Мне было непонятно, почему я должна сидеть дома. Я активный ребенок, мне интересна была жизнь, почему я должна сидеть дома. И вот я начала как-то задумываться, как мне жить. И я понимала, что в своем небольшом городке, в котором я тогда жила, это город Черемхово, в Иркутской области, мне, наверное, никак не пробиться. И я стала задумываться, где могу пробиться. И я стала мечтать, вот как было бы хорошо попасть в Москву. И Господь устроил все так, что я сначала попала в подмосковный детский дом-интернат для детей с нарушением порно-двигательного аппарата. Я благополучно закончила этот интернат. Потом, я думаю, наверное, нужно поступать в университет. И так Господь, опять же, мне послал добрых людей, которые сказали, что в Москве есть институт, педагогический университет, где можно получить профессию дефектолога, это профессия очень нужная, очень востребованная. И она не требует больших физических затрат и ходьбы. Тебе в кабинет приводят ребенка, ты с ним занимаешься, и родители потом за ним забирают, и все, тебе не нужно ходить. И когда я попробовала поступить в университет педагогический, мне сказали, да ну что вы, люди с такой ампутацией не могут учиться у нас. У нас вот написано черным по белому, что нет, мы не можем воспринять. Как это ужасно, да? Да, и случилось следующее чудо, Господь подарил мне двух людей, ну еще раньше подарил, но так они сыграют в моей жизни большую роль, да. Они тогда меня поддержали, очень помогли, и благодаря их поддержке и поддержке Бога, как я теперь понимаю, тогда я даже была некрещенная, я даже не знала, что есть Бог, я просто сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю. Вот, я поступила вот в университет, но у меня была ребенком таким активным, мне всегда хотелось заниматься спортом. Ну как в нашей жизни инвалидам нельзя было жить, не то, что спортом тогда заниматься, это и сейчас у нас паралимпийские виды спорта, тогда вообще никто... А когда инвалиды уже крепко оставили, и все... Да, 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 но мне как-то всегда хотелось, и как-то, наверное, покажется очень странным, мне нравился большой теннис. Но я понимала, что я никогда не смогу им заниматься, оказалось все реально в этой жизни. Наташа, какая вы необыкновенная, какая вы целеустремленная. Моя знакомая Дениага Бейдулина сказала мне, что... Наталья, ты знаешь, а в Москве есть клуб, где вот... Там ее знакомый Виктор Деменко занимается большим теннисом для людей на колясках. Я говорю, не может быть, я пойду туда, я пойду туда. И я пришла, вот, и мне уже было, конечно, не совсем мало лет, в моем возрасте, наверное, уже заканчивали тогда играть большой теннис, а я только начинала. И вот эти вот медали в основном все... Это за большой теннис? Это все за большой теннис, да. Давайте покажем нашей Наташе вот эти медали. Тут, конечно, это другие виды спорта, я сейчас о ней расскажу. Наташа, какая самая дорогая для вас медаль? Вы знаете, каждая медаль самая дорогая, да. Каждая медаль самая, потому что не бывает двух одинаковых матчек, всем готовишься, и каждый дается с таким потом, с таким трудом, с такой боли. Да, и тоже есть тренирование. Да, я входила, да, 2008 года, я входила в тридцатку мировую, я была тридцатой в мире. Я чемпион, неоднократная чемпионка России, я мастер спорта по большому теннису на колясках, я победитель и трендер международных турниров. В прошлом году я выиграла пять международных турниров, последний год не проходил у нас в Москве, в декабре месяце, вот я и выиграла. И скажу вам честно, я с тех пор, я немножко перестала за ними. Да, уже все поприветствую нашу Наташу. Спасибо большое всем, спасибо. Видите, как мы вас все любим. Мы очень приятны. Наташа и рада, что корона? Корона, это, наверное, еще очередное чудо, которое случилось не так давно, в ноябре 2012 года. В Москве проходил конкурс «Миссис Независимость-2012». Моя знакомая, хорошая знакомая, Наталья Пресецкая, она возглавляет организацию «Катюша», которая занимается проблемами родителей-инвалидов. У нас очень много организаций, которые занимаются детьми-инвалидами, а она возглавляет организацию родителей с инвалидностью, у которых есть дети. У меня тоже двое детей прекрасных, сыну 16 с половиной. У нас уже детей родила. Да, у меня двое детей. Ну и Наталья наша. У меня сын закончил первый курс. У нас замок и красавица, и мамочка, и королева идет. У меня сын закончил первый курс в этом году, а дочке вот восьмой класс закончил. Наташенька, это от нашей программы. Спасибо большое. Букет такой же прекрасный, как и вы. Спасибо вам за ваше мужество, за вашу веру, за ваше чудо, за вашу красоту. Мы просим всех вас в дикой восторге, моя дорогая. Я тоже всем желаю счастья, чудес в жизни, никогда не подать духом и верить, что в этой жизни все возможно. И после второго, как говорила моя любимая героиня из фильма «Охвастлива мне верит», жизнь только начинается. И сейчас я это на тебе уже узнала. Дорогая моя, да, узнала. Спасибо. Спасибо вам. Что тут сказать? Анатолий Сумович, Маша, по-моему, нет слов. Но слова должны быть. Слова должны быть, мы на программе. И я хотела бы вас пригласить, Наташа, на наш первый международный фестиваль «В 50 жизней». Как Анатолий Сумович сегодня формулировал, потому что мы назвали «В 50 жизней только начинается», но потом мы изменили название. У нас название «В 50 лет начинается новая жизнь». И мы, я понимаю, что нашей героини нет еще 50. Но мы же с вами все время говорим, что 50 это не… Ну, это такой недостаток, который со временем пройдет, а время летит так быстро. Мне тоже еще нет 50, но мы говорим все время о том, что это некое условное все-таки обозначение. И мы даем надежду, в первую очередь, тем людям, кто и в 30, и в 40 лет, может быть, потерял веру в себя, оказался без работы, видит в жизни одни минусы. Мы даем зримые примеры и жизнеотверждения. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, а я хочу сейчас пригласить в нашу студию легендарную советскую певицу, заслуженную артистку России, Галину Нинашеву. Встречаем ее! АПЛОДИСМЕНТЫ Галочка, дорогая, как давно не виделись мы с тобой. Великолепно выглядишь. Спасибо. Присаживайся, Далюшка. Галочка, дорогая моя, ты веришь в чудеса? Верю в чудеса, верю, потому что были какие-то моменты, сейчас не могу так это как-то неожиданно задала этот вопрос вспомнить. У нас просто тема нашей программы – обыкновенное чудо. И мы сегодня говорим о чудесах, которые происходят с людьми, особенно в зрелом возрасте. Вот что ты можешь об этом нам рассказать? У меня замечательные внуки. Так. Один вообще. Сейчас. Одному 17 лет, тот уже как-то и тоже. Я вообще благодарна судьбе, что у меня такие выросли дети. Хотя я не могу сказать, что я прямо им отдала все. Работа была... Я рано стала работать, и работа была достаточно сложная. И каждый из нас понимает... Но тем не менее, дети прекрасные. Дети все-таки и выросли, замечательные дети. Сейчас у меня три годика с небольшим появился еще один нук, но это что-то. Сейчас другие дети пошли. Я вспоминаю своих детей. Ну, это небо и земля. Что сейчас он утворяет, и оказывается, я думаю, он у меня такой. Ну, настолько нежный, настолько внимателен, и уже настолько такой глаз смотрит на девочек, и вообще им помогает. И если вот вообще, дай бог, нашим детям, конечно, внукам здоровья, и если такие вообще, все это так будет, то мы будем... Мы будем рады в этой жизни, что жизнь продолжается, и она становится лучше. Галочка, в традициях, в хороших традициях нашей программы, нашей студии, никогда звезду не отпускать без песни. И мы все очень просим тебя сегодня нам спеть. Спасибо. Я люблю тебя, Россия, Дорогая наша грусть, Нераскораченная сила, Неразгаданная грусть, Ты размахом необъятна, Нет ни в чем мы в тебе конца, Веками непонятно, Чувствем им мудреца. Много раз тебя пытались, Быть России или не быть, Много раз тебя пытались, Душу русскую любить, Но, Елеся, Тебя я знаю, Не словить и не запугать, Ты мне, Родина родная, Вольной волей дорога, Я бы березовые сирцы Налезила в белый свет, Мне всю жизнь тобой гордиться, Без тебя мне счастья. Без тебя мне счастья. Без тебя мне счастья. Без тебя мне счастья. Спасибо, дорогая, Все тот же прекрасный год. Спасибо вам большое. Ну, очередной пример оптимизма Нам покажет наша неугомонная Зоя Леденева После небольшой паузы. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ С вами снова студия «50 плюс» и я, Ирина Грибулина. Сегодня в нашей студии прозвучало столько замечательных историй. Побывало столько сильных людей, Которые доказали нам, что чудо есть в нашей жизни. Но ведь чудеса бывают разные. Иногда приходится преодолевать себя в большом, а иногда и в малом. И вот сегодня наша неутомимая Зоя Леденева Покажет и расскажет нам, как она преодолела себя. Впрочем, смотрите сами. Внимание на экран. Человек жаждет чуда всегда. А некоторые не ждут и творят чудеса сами. Георгий Горгий Ладзе – самый молодой йог. Рекордсмен России и мира в номинации «Сила и выносливость». Человек, который прыгает на битые стекла, гнет об себя ножи, часами стоит на гвоздях и выдерживает вес в несколько раз больше своего собственного. Рекордсмен России Неужели это возможно? Зоя, возможно все и в любом возрасте. Сейчас я вам это покажу. Ну, мне понравилось со стекла, Дитрюк. Георгий, ой. Стараемся горлышки откидывать в сторону. Честно, я боюсь. Важно, во-первых, преодолеть свой страх. Не думать о том, что мы поранимся. Стопы должны быть сухие. Когда мы становимся, мы становимся плавно. Встаю. Чувствую, колик. Правильно. Я иду по стеклам. Неужели это правда? Я поняла, это не трюк и не сверхспособности. Отбрасываем все страхи. И двигаемся только вперед. Пока мы встречаем Зою, я хочу сказать нашим телезрителям, что подобные трюки, которые мы сейчас видели на экране, ни в коем случае нельзя делать в домашних условиях и без присутствия тренера-инструктора. Это может привести к печальным последствиям. Так что будьте осторожны. А сейчас Зоя Леденева у нас в студии. Зоя, ну ты опять удивила нас. Теперь ты ехал. И теперь ты стояла на стеклах и прыгала, и стояла. Чудо-чудо-чудо. Рассказывай. Ну это правда. Я чуть-чуть боялась. Ну как так? Еще бы. И мы боялись, глядя на тебя. На стеклах хоть какие-то особые люди думают. Может быть там что-то у них приклеено. Или еще что-нибудь. Ничего. Все правда. Вот по-настоящему, ну как думай, не тратится. И какие ощущения? Приятные. Да? Как гордость. Я смогла. Это чудо. Я верила, что я пройду. Зоя, ну вот знаю твою жизнь, ты очень скромный человек. Ты много лет была парализована с переломным позвоночником, прикована к постели. И вся твоя жизнь это преодоление. И мне кажется, что ты как птица-феникс все время возрождаешься из пепла. Несколько раз возрождалась. Да, дорогая Майя. И вот я хочу, чтобы ты все-таки сегодня, я знаю, еще раз повторяю, что ты очень скромная у нас девушка. Ну расскажи нам о себе, нашим телезрителям, о своих преодолениях, о своих чудесах в зрелом возрасте. Ну какие вот преодоления? Само юного возраста, вот когда лежала, была просто... Ты верила, что ты встанешь? Я верила, никто не верил. Расскажи, что случилось. Ну, сломала в трех местах позвоночник, провела с вышки. И была прикована к постели. И когда не было надежды, никто не давал. Но я верила, ну как так? Я молодая, в расцвете такой спортивной карьеры, и вдруг лежу, вдруг это бревно. Нет. У меня будет жизнь, я думала о детях. Вот представляешь, я мечтала. Вот человеку важно мечтать и верить. Я одна верила, что встану, что буду ходить, что у меня будут дети, что я буду заниматься, но буду здоровы. Ну, наша Зоя, конечно, необыкновенная, что ты скажешь. И хочу сказать, что Зоя есть воплощение. Вот у нас только сегодня тема программы «Обыкновенное чудо», а Зоя все программы, через каждую программку, тянет нам вот это не чудо и показывает, как в 75 лет можно выглядеть. Себя чувствовать, нести, показывать, давать пример. Было огромное вам спасибо. Мне кажется, что сегодня на нашей программе царила какая-то чудесная, необыкновенная атмосфера. И мне хочется, чтобы она закончилась. Программа, наша замечательная программа, закончилась сегодня на волшебной ноте. Поэтому я приглашаю в нашу студию группу «Непоседы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СКЕМ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕВНИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чего на свете не случается Чего на свете не бывает А люди с крыльями встречаются А люди в небо улетают На крыльях веры в невозможное Они летят в сторону мечты Пусть души как-то осторожные Я вылечу туда, я вылечу туда Я вылечу туда, а ты ешь Где вода самолшебники, где вода самолшебники Где вода самолшебники, пока не твои Где вода самолшебники, где вода самолшебники А где кто не ешь Где вода самолшебники, где вода самолшебники И по нам все твои, где водятся волшебники, где водятся волшебники, где водятся волшебники, а все, кто верит. Спасибо вам огромное! Спасибо, наши маленькие настоящие волшебники. Помните, цифра 50 очень условно. Это некая грань, когда человек начинает задумываться, как ему прожить вторую половину своей жизни. Совсем скоро мы снова увидимся на телеканале «Москва. Говерие». Будьте счастливы! Спасибо за просмотр!